Появилось на пару минут время, чтобы описать, вот я тут исправила этот анх, да, середину анха, чтобы написать то, что я рисую, а у меня наступило желание молчать. У меня сейчас есть время записать пару медитаций обещанных, но совершенно, ну хочется сидеть в тишине. Поэтому я даже этих влюбленных навряд ли сейчас детально опишу, но в принципе это апелляция не к уму, а к ощущениям, к чувствованию. Можно впрыгнуть с лица, с мужчиной или с женщиной, или с двумя сразу. Это внутренний анимус и аниму. И внутренний мужчина и женщина, внутренний родители. А внутренний образ любимого человека, мечтания, любви. Здесь вот еще не доделано, это я просто решила записать посередине процесса. Здесь будет еще больше материализации. Вот идея, сам образ, как мы, женщина принимает энергию, наполняет мужчину. Мужчины материализуют это в мире, как это все сплетается через око-гора. Это нахождение компромисса, жертвенность, принесение, допустим, определенных жертв, когда ты выходишь из состояния «я один», самодостаточное состояние «я партнер», и где есть интересы не только твои, но и двоих уже. Но они в любви, поэтому легко находятся компромиссы и легко находятся решения. Если не в любви, то это борьба. Если в любви, то все находится. Здесь общее поле. Я уже не взяла с собой в предыдущих видео. Я объясняла, что вот эти вот из рук расходящиеся концентрические круги, это в моем таро так прорисовано колесо фортуны, которое мы сами закручиваем своими решениями. Здесь колесо фортуны дважды между людьми в поле и в слиянии их двух рук. Запускается их удача. Значит, сидят они на корзине НЭП. Это символ изобилия, благополучия. Трон и корзина НЭП. Анг – это чейнанг, это дыхание жизни. Описание этого символа пока не расшифровано нигде в древнеегипетских текстах, оно его дает для оживления, для дыхания жизни. Любой, кто хоть однажды влюбил, влюблялись, может быть, мы все там, где гормоны, а вот любовь, это глубинное чувство, оно не в каждой жизни у нас проявляется. Не каждый, ну, это считается редкой птичей, птицей счастья, птицей удачи дослед на всю жизнь. Поэтому глубинная любовь, слияние, нахождение своего партнера – это редкий шанс, редкий дар. Вот она составляет это поле. Здесь тоже потом появится шен, вот это вот защитное поле, сфера, которая вытянута в рисунке, как в картоши. Но это защитный знак, вот он у скоробея, там в лапках тоже есть. Знак солнца, знак вечности и бесконечности, слитых двух дуальных понятий. Знак множества, тут три эти сферы. Три в Египте – это знак бесконечности, множественности. Что еще я тут хотела сказать? Здесь у них открыты все чакры и заземления. А вот здесь это заземление и проявление уже в кристальных решетках планеты. Здесь я еще добавила к корзине НЭП, вот там, где закручивается их поле совместной деятельности. Расширение, слияние с энергией. Я, во-первых, добавила мудрости, урея и защиты. Во-вторых, это уже становится похожим на кодуцея, мудрости, магию, вот этой любви. Потому что я там добавила крылышек и солнце. Здесь прокачанные чакры и действительно работа вихрями, воронками, расходящиеся уже намерения. Не просто, как это могло бы быть, и просто энергии в воздухе, а уже структуры, воронки развивающиеся. Все это будет в Анхе, как здесь, и потом еще в Шене, как здесь. Первоначальная идея я вообще зарисовывала во сне практически. Потому что второй я начинала рисовать в моменты, когда мне надо было прожить свою ситуацию и проживать ее вместе с энергиями, арканами глубинно, исцеляя ситуацию из себя и участников. И второй раз оно мне само появилось, когда я проснулась к своей парализованной кошечке через 3 дня после того, как ее не стало. Проснулась, чтобы идти, менять ей памперсы в 4 утра. Поняла, что некому. И почему-то взяла ручку прямо сонная под рукой. Взяла под рукой был ежедневник и начала рисовать. И поняла, что я рисую шута, мага, жрицу. И вот так вот у меня за несколько дней все эти арканы проявились. А так как у меня уже были нарисованы младшие в одной колоде и старшие в колоде женщины цветок, я решила, что я буду дорисовывать здесь старшие арканы. И, кстати, нарисовав 3 аркана, я все-таки уснула. Вот как-то как выплеснула из себя и заснула. У меня эмоциональная реакция. Я привыкла выражать свои эмоции и не забивать их. Это привычка еще даже на сцене была, поэтому я не сдерживаю, если она идет. И то я сейчас пыталась сдержать их. После прорисовки этих трех арканов, шута, мага и жрицы, я уснула и увидела свою парализованную кошечку. Она сидела ко мне спиной. И у нее не было этих трехцветных пятен. Она была как породистые эти сфинксы кучерявые, сейчас появились новые. Сидела, я ее фигурку узнала и энергию тоже. Совсем рядом сидела, так как мы с ней все лето и весну сидели. И тренировались ходить. И она пару раз после КСТ у меня вставала, когда после сеанса, когда я с ней позанималась, в первые дни до всего медикаментозного лечения после Кесарева, она подняла два раза попу и пошла. Ну, сделала, поднялась на лапки, постояла 30 секунд, и так как она месяц лежала, мышцы слабые, она упала. Но она могла вставать, я это же видела сама. Там не было перелома на до такой степени. Ее собаки порвали, на нее собак натравили. На беременную. В общем, мне приснилась Катюня. Она встала и ушла. Где-то миллион раз визуализировала, как она пойдет. И она пошла, она во сне. Через три дня после того, как я ее похоронила. И умерла она у меня на руках. И вот, так как она на себя брала все нападки, которые на меня из-за котов были, она за неделю угасла. И здоровая кошка превратилась в тень. На ровном месте. В общем, я поняла в тот момент, что она как поток, как мой учитель, который учил меня дисциплине и всему, что преданности, которую мы с ней проходили вместе. Она у меня жила в переноске под окном. И моя жизнь все эти месяцы была практически на улице. И спала я очень мало, потому что каждые четыре часа меняла памперсы. В общем, я поняла, что Катюне понравилось то, что я нарисовала Таро. Что я должна это закончить, потому что вот она досиделась до того, что я все-таки это села и сделала. Потому что давно хотела, потому что давно об этом говорилось. Я решила, что это будет Таро Катюне. У меня эскизы четырех колод сейчас есть. Но вот эта, которая я рисую, с вот этими нарисованными старшими арканами, почему я нарисую еще разных влюбленных? Может, они пойдут в другие колоды, может, в дополнительную колоду к моей. Вот этой трансформационной общей колоде, которые я для себя рисую. Разные аспекты тех же арканов и дополнительные арканы, и многомерные будут. Все состояния, которые есть у меня на занятиях. Ну, в общем, колода моя будет трансформационной, квантовой, квантовых скачков. Описание к ней будет, как мои занятия, и все, что я из себя представляю. И сами картинки будут проводить в эти в меня, в миры, в мои занятия, в то, что я пришла делать на планете. Но этот аро будет Катюнина. Потому что именно память о ней заставляла меня каждый раз просыпаться. и с тех пор, с 12-го числа, я рисую каждый день. Даже когда мне очень плохо, и когда мне хочется спать, или когда у меня совсем разбитое состояние. Это Катюнина Таро, и оно будет работать. Каждый встанет, пойдет на ноги. Здесь один аспект. Вот они своим полем любви генерят, я рассказываю это в других видео, генерят колеса фортуны, потому что в поле любящих людей всегда все растет, развивается, приходят, развиваются хорошо детки. И вот, допустим, когда они попадают в токсичную среду, они не спят, не едят, что-то с ними другое происходит, и не чахнут. Или тревожатся, часто звонят по этому поводу разные клиенты. А поле любви даже геомагнитные поля убирает, и ребенок растет просто в раю. А здесь уже женщина наполняет, мужчины реализовывают. Это уже как они в земном аспекте, пара может работать. И здесь больше тоже прорисовано, как это реальные пары, не вот эти космические, которые притягивают. Мы в других реальностях, соприкасаясь, потом в своих земных телах начинаем притягиваться друг к другу. Это называют близнецовыми, по именаме, как угодно. И мне эти концепции не близки, они очень дуальны. Но вот такое партнерство, многомерное, да, есть. И вот как на земле это реализовать уже. У меня в голове еще пару аспектов, как это нарисовать, пару идей, пару энергии ощущаю. Просто сейчас мне, во-первых, тишины хочется, во-вторых, вот эмоционально пошло. И вообще, я должна была сейчас про вытесненные травмы видео снимать. Сейчас у меня вообще никаких влюбленных в голове нету. Просто пустота. В принципе, так и должна прорабатываться. Выбор сердцем. Значит, вычищается ум, убираются блокировки, убираются убеждения. Кстати, где-то там за пару видео до этого я ночью смотрела, как арканы видят. И вот этот вариант, и вот этот, как они видят. Действительно, там иерофан, там тус мечей, там выбор сердцем, там много всего есть. Это и балансировка анимуса и анимы, то есть мужского и женского внутри детских травм и всего остального. Для того, чтобы стать вот таким сильным, излучать это колесо фортуны, самому записывать свою судьбу и ежедневно генерить новые шансы возрождать эти чувства. У многих людей на Земле есть чувство пресыщения или страх от неудачного партнерства, что следующие все будут. Я пробовала, я туда не хочу, там всегда скучно. Да, пока это не партнерство на всех чакрах, вот так и будет. Если слияние идет на всех чакрах, а у меня где-то в эскизах было это прорисовано, здесь я это по умолчанию держу в голове, потому что то, что я прорисовывала, оно слишком забито, получается линиями. Это в цвете можно просто оттенками дать, а линиями слишком забито. И я это решила не делать, но имейте в виду, здесь пару звездочек на эту тему просто нарисовано. Вот когда идет слияние двумя чакрами, то вот это возрождение чувств, можно назвать так, или рождение чувств заново, вот это постоянная неожиданность, ожидание необычного или постоянное удивление партнерам, они, ну радостное удивление, они будут вечными, бесконечными, вечность это вечное вращение солнца и земной план, бесконечность это уже другие частоты, предвечный мир, как говорили египтяне. И главное, что такие пары, они дышат анахатой, они могут рядом друг с другом глубоко вдыхать. Я помню на сеансах КСТ, когда волна идет и был за торт, то первое, что человек делает, вот видно внешне, что работа произошла, он глубоко вдыхает, потому что в египетской космогонии дыхание это жизнь, отсутствие дыхания это смерть. Звук и дыхание это одно и то же, звук это жизнь, ароматы дыхания одно и то же, аромат это жизнь, а ароматы действительно работают на эмоциональное тело человека и исцеляют. Я свою эмоционалку исцелила, собирая коллекцию вначале аромамасел, потом парфюмерии нишевой, удивительных каких-то произведений парфюмерного искусства, в которых человек выражал какую-то свою мечту. Так вот, анха здесь не просто так, это и многомерное партнерство во многих воплощениях, и это дыхание жизни. Такие пары способны возрождаться, перерождаться, творить вокруг себя исцеление, возрождение, ну в общем быть солнцем, вот этим шеном, быть светом, быть пульсацией дыхания, отдавать жизнь своей вселенной, вселенной рожденной. Вот есть вселенная она, есть вселенная он, между ними рождается третье, вот иногда это ребенок, если он зачат в любви, то это целая вселенная любви, иногда это просто плод, отношения, проекты, все, что зарождают эти люди. И это вечно, это вот это и есть дыхание жизни анх. С анхом есть много энергетических упражнений, это похоже на крест, крест отсюда взялся христианский, первый он был даже с полупетлей, это можно совместить, руки раскинуть, как два крыла, это будет перекладина, голова и нимб вокруг, это вот кольцо верхнее, и там анх всегда расширяется, это ножки. Плюс ко всему, но здесь на картинке не видно, потому что ноги стопы этой пары на стегле символе золота, божественности и нетленности, но это подчеркивание того, что эта пара многомерно слита во многих воплощениях, здесь тоже, вот из стегля вытекает золото, это божественность и нетленность, это такое божественное партнерство, которое можно на земле проявлять, в слиянии и выстраивании вот этого третьего поля дыхания жизни, давать дыхание всему живому, детки зачатые или выращенные в этой атмосфере, это совершенно уникальные, божественные дети. Мы тут по-разному приходим с разными вибрациями, меня там считывают и ангелам, и раненым ангелам, и божественным чем угодно, просто структуры света. И вот когда в них выращиваются, я сегодня котят слабеньких двух, что-то не приболели, и медикаментозно я их полечила, но вспомнила Некстеровский расклад, что руками не забывайте работать, а я руками работаю только с животными, и руки это интимно, это продолжение анахаты физическое, поэтому я руками заземляю энергии, слова, рисунки, ангелов, бутылки, свечи, все, что я делаю, а прикасаюсь и исцеляю я только вот, допустим, своего мужчину. У меня внутреннее знание, что так должно быть, нет по-другому, что они, мои руки не для того, чтобы просто ходить и делать всем массаж, допустим. Вот. Но животных, да, это часть моей миссии, и сегодня я просто открыла эти руки, анахату. Малыши были дикие, но они так пригрелись там в ручках, что я не хотела уходить из этого потока любви целый час, просто стояла и наполнялась вместе с ними любовью. Вот это и есть поле любящего человека, а поле любящей пары это в синергии расширяющаяся как воронка, я не зря воронки рисую, это слияние энергии. И вот эта воронка, она в тысячи раз усиливается, это раскрывается сразу на галактике, неважно, осознает эта влюбленная пара что-то про галактики, про себя и про вселенную, или не осознает. Это просто раскрытие многомерное на все вселенные, потому что каждый из нас это целая вселенная. Неплохо об этом Клаус Джоу писала в всех своих книгах и в порталах, и в посыле любви. Очень похоже на мое чувствование. Я не знаю, сбивчиво, эмоционально, не совсем полностью описано то, что я здесь нарисовала, потому что у меня звучит, что я половина не сказала, а я не помню, что я говорила. Но вот тут каждый штрих, каждая черточка что-то значит, что я явно обо всем не рассказала и не погрузила в медитации. Но я привыкла доверять потоку, а больше я говорить сейчас не хочу. Я не знаю, хватит ли меня сейчас на медитацию с этими вытесненными болями и травмами, потому что тишина в доме, вроде бы надо бы. Давно обещала, и не было возможности и места поговорить. А у меня внутренняя тишина и хочется просто покоя. Так вот. Любовь – великая сила. Она действительно редка. Я, допустим, очень редко, и в своей жизни я любила только один раз, и очень редко это встречаю у клиентов. Но это надо ценить, беречь – это живая энергия, живое существо. Его надо максимально беречь. Вот как некоторые дрались бы за жизнь своего ребенка или самого дорогого существа. Это живая энергия, живое существо. Убивать его своими блоками, страхами, установками, мыслями, мечами – самое последнее дело. Однажды, уходя с планеты, мы это понимаем, и в вечности мы это знаем. Любовь – это дыхание жизни. Его загробно… Ну, в речениях света это настоящее египетское название того, что арабы назвали книгой мертвых, ну, книга мертвого человека, книга, которая была на мертвом человеке, на мумии. Это описание прохода, портала и выхода. В многомерность на поля и ару войти в другую реальность внеземную, домой. И чтобы туда пройти, нужна была этот поток любви, как у Клауса Джоула, как у Крайона. Ветер рождения, ветер перехода, энергия любви Крайона. Все, кто даже о нем не знает, я даю на английском специальное видео. Частливый человек мурашится, плачет и понимает, что он соприкоснулся с любовью. Вот дыхание жизни подносили все божественные сущности к карту переходящего этот портал, как вот этот проход, как портал, как поток любви, посыл любви, как слияние с вечностью, бесконечностью, как смысл того, для чего мы сюда пришли. Да, я, наверное, не сказала, на всех моих рисунках каждая точечка, каждая звездочка это галактики, вселенные и мои кристальные миры и кристальные зоны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok